Добрый день, уважаемые участники конференции. Рад вас приветствовать в столь представительном составе. Сегодня на меня выступали другие спикеры. Вам тоже всем спикерам привет. Мы друг друга знаем с вами. Ну, в принципе, о чем я сегодня хотел бы с вами поговорить? Или что рассказать? Ну, победные реляции, достижения, я думаю, уже без меня расскажут. И многие их знают. Вот моя же доля говорить о более прозаичных вещах. Ну, как водится, уже традиционно. Так что то, что достигли, то достигнем. Уже достигли, вернее, то, что ждет нас впереди, нам сие неведомо. А вот о дне сегодняшнем. О дне сегодняшнем. Чем, говорит, сердце успокоится? Ну, наверное, проще, проще рассказать об этом на бытовом уровне. Ну, смотрите. Все мы с вами в той или иной степени когда-то как-то обзаводились жильем. Кто-то сам строил, кто-то приобретал, кто-то в ипотеку, кто-то в кредит. Но все по-разному. С разными ситуациями сталкивались. И всегда были риски. Минимальный риск – это когда ты берешь готовую квартиру с отделкой. Там минимальный риск. Ну, цена заоблачная, да? Все знают. А те, кто сдержанный риск, могут поднять. И у кого есть руки, знают, как это делать, есть возможности. Те берут без отделки. Некоторые более рисковые люди, чтобы минимизировать свои затраты, берут на этапе закладки. Когда дом только закладывают, забивают первые сваи, роют котлованы. Ну, на этапе котлована. Риски максимальны, цена минимальна. Какие же возможны исходы в этом случае при минимальных ценах? Первый исход – долгострой. Чем завершится неизвестный. Порой такая стройка выходит в три цены. Вот начальная. Второй – это недострой. Когда мало того, что отдал деньги, еще надо заплатить за снос. Это сплошные убытки. И третий – это когда проект завершается успешно. Тогда ты выигрыш. Ну, что получается? Вот если ты заходишь на этапе котлована, ты платишь одну цену. Но когда дом уже готов, или жилье готово, продажная цена, как правило, в три-пять раз превышает цену строительства, затратную часть. К чему это? Ну, смотрите. В 2017 году мы с вами стартовали с проектом двигателя Дуйнова. Тогда для ознакомления с технологией было позиционировано мотор-колесо, было определенное уже информационное освещение, информационная поддержка этому проекту. и было принято решение начать развитие проекта продолжить, вернее, с привлечением средств, собираемых с населения, так называемым методом народного инвестирования. с 2017 года прошло определенное время четыре года. 18, 19, 20, 21. Ну, если говорить про фазу активной деятельности, потому что решение принималось в июне месяце, с 2017 года. И тогда, тогда цена была определена всего проектом 40 миллионов долларов. При этом понимаем, что издержки идут на рекламную кампанию, на разные мероприятия, дисконты, на работу по поляризации, по организации системы привлечения и приходу учета денежных средств и доставки их до предприятия СОВАЛМАШ, чтобы они попали на счета предприятия. Итого, по изначальным планам планировали, что СОВАЛМАШ зайдет порядка 20 миллионов долларов. Курс тогда был 56 на тот момент, но мы зафиксировали на уровне 60 рублей за доллар. Много-то или мало? На тот момент было достаточно. именно в тех ценах той ситуации в экономике, которая была. Понимали ли мы риски, которые были? Да, понимали. Мы прекрасно понимали и знали, что, исходя из личного жизненного опыта, что за время, пока мы будем развивать проект, ситуация в экономике поменяется. Прогнозировали ли мы то, что оно будет меняться в лучшую сторону? Нет. Прогнозировали в худшую. Прогнозировали ли мы то, что доллар будет 56-60 рублей? Нет. Мы полагали, что он вырастет. Но могли ли мы эти риски заложить в проект? Нет. потому что никто нам этот проект бы не пропустил. Поэтому были заложены те показатели по тем методикам, которые действовали на тот момент и действуют сейчас. раз. И благодаря этому проект стартовал. Много было всяких негораздов, много хейтеров, много было вылета негатива на авторов проекта, на участников проекта. и когда приходилось встречаться с людьми на государственной службе, находящиеся с чиновниками, они говорили, ну, как же с вами можно работать, когда как не откроешь интернет, там один сплошной негатив. Шло время. Хейтеры потихоньку угасли. И в последнее время остались только такие самые-самые-самые-самые непонятные, которые либо случайно залетели, либо еще отголоски непогасшие. Почему? Потому что за эти годы проект показал свою состоятельность. И проект на сегодняшний день это ни документы, ни бумаги, ни идей, которые нарисованы на листах бумаги, либо там в документах, в каких-то отчетных материалах, либо еще нет. Это уже материальные объекты. эти материальные объекты можно пощупать руками. Ребята, спикеры рассказывали уже, наверное, лаборатории, много-много чего. И самое главное это здание, которое на сегодняшний день уже видно из космоса. И не только из космоса, но даже на этих самых кадрах, которые видно с квадрокоптером выглядят потрясающе. Здание доведено до уровня завершения монтажа металлоконструкции и начала работ по монтажу внешнего ограждения, внешнего контура ограждения делается. Внешний контур оборудуется и так далее, поэтому даже за неделю видно, как здание изменилось. было приятно наблюдать, когда мы поставили первую, на площадке была поставлена первая колонна, вторая была вот прям видно масштаб как рос, потом, когда появилась эта ажурная конструкция, все было очень красиво, а потом все начало погружаться в темноту, почему? Потому что здание начало наполняться кровлей, межэтажные перекрытия, начали ров-лист грузить, начали заливки бетона, сейчас на нее посмотришь, стоит такая громада красивая, но за последнюю неделю оно посветлило, посветлило почему? Потому что вот эти пристройки, одна и та же часть, и начали ставить ограждающие панели, внутри заходишь, уже видно окна, проемы, ну красиво, красиво, светло, здание опять начало преображаться, оно вот как ребенок, каждый-каждый день, каждый день меняется, растет, и растет вместе с ним проект, появляется новое оборудование, новые технологические возможности, но я сейчас буду говорить именно об этом объекте. За время, пока мы разрабатывали проектную документацию, получали разрешение на строительство, там много всяких было, проходили государственную экспертизу проекта, в это время происходили изменения в экономике, экономика не стояла на месте, и потихоньку тягивалась кризисная ситуация, в кризис, и в 2019 году, через два года, как раз к моменту начала строительства грянул ковид, ну ковид бы ничего, но следом за ним грянул гром среди ясного неба, резко взлетели цены на металл, резко взлетели цены на песок, соответственно цемент, бетон, резко взлетели услуги по транспортировке, рабочие силы и так далее. И вот смотрите, что произошло, если говорить в цифрах, если говорить в цифрах, до начала вот этого периода резкого скачка цен, мы проплатили порядка 480 миллионов, те, которые были накуплены на счетах, мы проплатили за изготовление металлоконструкции и оборудования, мы оплатили материалы в основном, 480 миллионов. А если бы мы этого не сделали, смотрите, что было бы, нам бы пришлось заплатить не 480 миллионов, а как минимум умножить на 3, это 1 миллиард 440 миллионов. Это более, чем требовалось по проекту при курсе 60 рублей за доллар. Это была бы катастрофа. Просто катастрофа всему. Но, тем не менее, надо отдать должное специалистам СОВЛМАШ и предвидению развития подобной ситуации. Мы успели вовремя сделать основные закупки. И что можно сказать? Вот если посмотреть на цифры, которые на сегодняшний день зашли на расчет на счета СОВЛМАШ, значит всего инвестиций зашло к нам 1 миллиард 252 миллиона 77 тысяч 891 рубль. Только что взял справку бухгалтерии. Это практически та сумма, та сумма, о которой мы говорили в начале проекта при курсе 1 доллар 60 рублей. Если же брать средневзвешенный курс, средневзвешенный курс, 74 рубля за доллар за этот период, потому что он вылетал за 76, за 79 рублей, по-моему, даже вылетал, я сейчас точно не помню, но просто прикидывали, где-то 74 рубля, то получается 20 миллионов это 1 миллиард 440, 480 миллионов. Поэтому, если по средневзвешенному, мы на сегодняшний день приближаемся к той сумме, которая была объявлена в самом начале проекта 4 с лишним года назад. Достаточно точная сумма. Причем за эти деньги, за эти деньги построено, построен каркас здания, оборудовано, сделано, разработки сделаны, много-много чего сделано. Насколько точен был прогноз? Насколько точен был прогноз? Но в то же время, если бы мы не сделали привитивных шагов, этой суммы не хватило бы даже на предзаказ металлоконструкции. Вот так получается. Понимаете, такая математика. Потому что все инфлирует вокруг. Поэтому, если раньше стояло 20 миллионов, надо было совмаж, 20 миллионов ходило на партнерские работы, на привлечение инвестиций, на многие-многие другие действия, то с учетом того, как развивалась экономика, со всеми процессами, которые произошли в экономике и в мире всего, на сегодняшний день я уже эту сумму называл по прогнозам, потому что нам не надо уже доказывать, не надо доказывать проекты, поэтому обосновывать их перед чиновниками и так далее. Поэтому можем говорить правду так, как она есть. Поэтому по состоянию сегодняшней экономики, по той динамике, которую мы наблюдаем, если не будут резких каких-то скачков, но пока что прогноз по прогнозам не видно резких скачков, хотя полагаем, что что-то будет все равно. Исходя из этого, всего в проект должно зайти 60 миллионов, в Соломаш 30 миллионов. 30 миллионов. Много это или мало? Если сравнить с другими проектами, это крайне мало. и при этом многие проекты, которые стоили значительно больше и дороже на сегодняшний день, развивались вместе с нами, они пропали, они исчезли. Не состоялись. Многие из них, некоторые законсервированные и на сегодняшний день часто приходится разговаривать с людьми, которые работали в других проектах и сейчас остались без работы, не у дел. Для отдельных инвесторов эти цифры, они как бы пугающие, потому что они говорили, мы рассчитывали на одно, получилось другое. Но я, честно говоря, тоже рассчитывал на многое. Коммунистическая партия Советского Союза обещала в программе КПСС, что с 80-х года мы будем бесплатно ездить в общественном транспорте. Честно скажу, в 80-м году я тоже бесплатно ездил, но не в общественном транспорте. Но в транспорте. Но цена этих поездок могла стоить жизни. Наверное, моего поколения люди поняли, о чем речь. Так что в какой-то степени оправдали, но немножко не так. С другой стороны, некоторые сейчас ездят бесплатно, их бесплатно возят в автозаках и так далее. А некоторые, наоборот, на госбюджете тоже хорошо возят. Это шутка. Вот поэтому обещано было одно, но реально мы понимали, что оно совершенно другое. Поэтому, опять-таки, возвращаясь к нашему вопросу. Много это или мало? Вернемся к самому началу. Я говорил про частную застройку, про жилье и так далее. Мы с вами понимаем, что на этапе строительства это практически ничего не стоит. Если не завершенка, это потеряли все. если построили, то продать то, что построено, можно в 3-5 раз дороже. Поэтому, если мы берем сейчас 30 миллионов долларов, умножаем на 74, это 280, 2,800, где-то 3 миллиарда, да, то продать такой объект, оснащенный техникой, все как рассчитываем, можно значительно дороже. Поэтому получается, что если по завершению строительства мы захотели бы продать этот объект, мы бы его продавали уже по цене не 3 миллиарда. Не 3 миллиарда. Вернее, там 210, это получается, извините, обманул немножко, 2, 2,3 где-то миллиарда. Так, мы бы уже его продавали, наверное, миллиардов за 89. И это хороший привар, да, поэтому можно было бы все затраты, кто бы вложился, можно было бы сделать трехкратный подъем. Хорошо это или плохо? Как по мне, это никак. Почему? Стал он стоить дороже. Это говорит лишь о том, что те деньги, которые потрачены на привлечение, инвестиции, на все остальные расходы, которые вели за пределами Сувалмаш, они вполне обеспечены активами, ликвидными активами, потому что здание такого класса, непылящее, с хорошей антивибрационной подушкой, со всеми организацией внутренней структуры, архитектуры, качеством, рабочих мест и так далее, равных найти тяжело. Это здание будущего. Поэтому цена ему, она будет актуальна и пользуется спросом подобный достаточно долго. Это первое. Второе, очень важно, когда мы начинали проект, мы говорили о том, что мы хотим вырастить и сделать так, чтобы появился мелкий буржуан. Это человек, который живет не только на зарплату, но живет и на даху. Китайская коммунистическая партия поставила в свое время перед собой задачу искоренить бедность и сделать так, чтобы появился средний класс. Китайское правительство с этим справилось и бедность Китая практически побеждена. Средний класс появился. Так вот, мы хотим, чтобы появился мелкий буржуан. И чтобы мелкий буржуан был активным участником нашего проекта. Это значит, чтобы были те люди, которые бы получали доход от деятельности нашего проекта. Это первое. Второе, третье уже. Мы не исключаем, что можно получать доход и это правильно, за счет спекуляции с акциями проекта предприятия СОВЛМАШ. И некоторые инвесторы заходят именно с этой целью. И их смущает то, что вот сейчас из-за инфляционных процессов стоимость проекта выросла и они потеряют свою какую-то долю. Это ошибка. Сейчас поясню. Проект развивается не в вакууме, он развивается в определенных экономических условиях. Если проект попал под такие вот процессы, которые связаны с инфляцией, это значит, что и продукт по проекту тоже учитывает инфляционные процессы. Поэтому единичная разработка будет торговаться на рынке уже с учетом всех этих факторов. Соответственно, на доля прибыли на каждого участника, партнера, инвестора, она в этом случае не уменьшится. Как это ни парадоксально, может даже вырасти. Но вот если проект будет недофинансирован, то относиться к этому можно как незавершенному строительству. Это значит не будет ничего. Поэтому, уважаемые друзья, мы с вами находимся в такой этапе развития проекта, когда Рубикон переден, линия невозврата пересечена, и у нас есть один вариант, только достичь намеченных целей. В авиации есть понятие точка принятия решения, либо летишь назад, либо летишь в точку назначения. Повернуть уже ты не сможешь, потому что тебе закончится горючее. Точно так же и здесь проект прошел точку принятия решения, и, как говорили, во время Великой Отечественной войну ни в шагу назад, только вперед, только вперед. И иного пути у нас с вами нет, выбора нет, я верю в удачное завершение проекта, я не могу назвать вам, как будут развиваться события, как будет меняться экономика, могу только предугадывать, но, насколько вы видите, команда наша умеет прогнозировать события и вовремя предпринимать соответствующие действия, шаги, дабы проект не претерпел значительных издержек. И вот то, что мы с вами говорили, уже на вебинарах неоднократно говорилось, что мы ставим на баланс материальный актив в виде объекта, когда он завершен, землю, которую будем приобретать, нематериальные активы, которые по своей сумме будут превосходить материальные активы, это интеллектуальная собственность, это разработки. Вот, и в то же время уже на сегодняшний день готовятся к производству углеводов шифовальной машины, двигателей общепромышленного значения, уже идет работа по подготовке к серийному производству, насколько это возможно в этих условиях, к мелкосерийному производству. Это все тоже чего-то и стоит. И продавать мы будем не бумажки, как мы некоторые полагали, и говорили, нет, не бумажки. Технология продается в виде, или продукт по технологии, в виде законченной технологической цепочки, на которой можно производить продукт по технологии вместе с обученным персоналом и так далее. Кнопку нажал, поехали, выпускаем. Именно в таком виде. И именно это стоит очень хорошие деньги. И самое главное, что если даже не найдется покупателя, мы можем производить сами продукцию и выпуская ее, реализуя на рынках, мы можем получать ту же самую прибыль в не меньших объемах, чем за сами разработки. И если раньше было тяжело в это поверить, но тем не менее многие люди поверили и активно инвестировали, при тех рисках, которые были на том момент, то сейчас, когда уже не то, что контуры здания, там уже видно все, там уже настолько все претерпело изменения, настолько это уже весомо, значимо, что говорить о том, верить или не верить, по-моему, не приходится. И что в проекте произошли серьезные изменения, свидетельствуют одно обстоятельство. очень много людей, очень много людей хотят работать в проекте. И практически по несколько раз в день мне приходится вести переговоры с людьми, которые хотят работать и хотят быть в проекте. Причем они не без работы, нет, у них есть своя работа, они работают на хороших зарплатах, но они хотят в проекте. И вот такое отношение специалистов к проекту дорогого стоит. Дорогого стоит ваше доверие, поверивших в проект, внешний свой вклад, которые доверили нам свои средства. За ваши средства создано то, о чем говорили мои партнеры, коллеги. и то, что мы смогли сделать за эти средства, что нам удалось не обмануть ваши надежды, хотя до конца еще все не доведено, но я верю в завершение. Веры вам. Только вера в состоянии сделать многое, не веря в состояние породить вражду и войну, мы с вами сделаем, будет мир. Всем было доброго.